ЕГЭМИНГБЕС Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИНГБЕС 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 после вчерашнего слетело по настройкам и, может быть, надо будет это фиксить впоследствии. Так, ну что, Фнатики. Фнатики Beastmaster плюс Operation у 343 в пике. В общем-то, два хороших героя. Интересно то, что ребята решили сразу же пикнуть Operation, поскольку они, не знаю, ожидают пика Алхимика, наверное. Ну да, я так тоже думаю. Вот хотел как раз таки сказать о том, что пиком аппарата застраховали себя Фнатик сейчас от того, что может появиться Алхимик. Ну то есть, как бы, чтобы не тратить лишний бан, давайте возьмем аппарат. А что, аппарат, в принципе, тоже хорош даже, ну то есть, как бы, не как контр-Алхимику, а вообще, в принципе, хороший суппорт, рейнджевой, сильный, на линии достаточно, и ультимейт у него прекрасно вообще работает. Вот против Дома тоже будет он хорошо очень работать, против его земли. И будет очень мешать команде Минески. Просто, как правило, команда, которые собираются пикать Алхимика, они, ну, банят аппарат на второй стадии драфта. И Фнатик решили, что сами они, судя по всему, Алхимика банить не хотят. И при этом еще, ну в смысле, да, Фнатики сами решили, что Алхимика они банить не хотят, и поэтому просто забрали аппарат, мол, если Минески захотят пикнуть Алхимика, милости просим, мы уже во всеоружии, собственно, против этого героя готовы воевать. Да, хотел я сначала сказать о том, что появится Спектра, но ее убрали Минески во второй стадии банов. Потом хотел сказать о том, что сейчас заедет Инвокер в мид для Мидвана, но его тоже Минески убрали. Да, в принципе, ну вот эти пики Спектра и Инвокера возможные. Они читаемы, потому что есть аппараты под вот эту вот глобал страту, где-то через Бестмастера, Санстрайк и Ульту Аппарейшена довольно читаемы, как бы. Ну а здесь, в свою очередь, Фнатик убирает первой стадии банов Слардара и Акса. Ну, бан Слардара это уже как бы дефолт, бан Акса в принципе тоже, но вот вчера Акс от команды Execration на второй карте уничтожил просто Фнатиков на сложной линии. Там, конечно, был разгром полнейший, но Фнатики все равно. Потом третью карту выиграли, но вот Акса боятся Фнатики. Ну да, конечно, глобальная стратегия очень опасная. Могла бы получиться со Спектрой и Инвокером. Мало приятного действительно в этом есть. То есть в одну точку сразу же 4 скилла, просто залетают санстрайк, ультаппарат, а бисмастер где-то один там кого-то ищет и туда еще и Спектра может прилететь, поэтому лучше от такого отказаться, учитывая то, что еще и Мидван великолепно играет на Инвокере. Но, между прочим, Бенур тоже на Инвокере отыгрывал вчера и мне показалось, что он довольно-таки хорошо справляется. Да, Бенур очень хорош. Вот его игру я бы вчера отметил на Инвокере. Очень-очень хорошо себя показывал вчера Бенур и Лайфстиллер для Минески. Лайфстиллер тоже сейчас очень популярный персонаж. Собственно, он, наверное, против Оперейшена хорош в какой-то степени. Ну, вообще против Оперейшена много хороших героев есть. Он сам по себе как саппорт очень уязвимый. То есть он обычно стоит где-то сзади и помогает ультимейтами своей команде. Для него любой кэрри какой-то добирается. Такой хороший, типа Лайфстиллера, типа Сларка или, может быть, там, Свен. Ну, то есть в Оперейшен практически любой герой убивает. Ну, а у Лайфстиллера, по крайней мере, есть Рейдж. Он может еще там в крипа спрятаться, там, переждать вероятные там всякие ультимейты Оперейшена или там прочую неприятную ересь. Если, ну, там, теоретически возможно ультаполитет, можно там в крипа спрятаться. Веншен-то можно спрятаться. Ну, в общем, много полезных свойств есть у Лайфстиллера, тем более, что нынешний Армлет, который там подняли, еще и Саблю добавили, вот, которую тоже Лайфстиллеру иногда покупают. Ну, в общем, герой становится все лучше и лучше с каждым патчем. Не просто потому, что его Айсфрог и Валв стараются потихонечку бафать, да, хотя его там действительно с каждым патчем чуть-чуть улучшают. Вот, но его еще очень серьезно, косвенно бафают, когда, ну, поднимают артефакты по свойствам, то есть делают те артефакты, которые собирает Лайфстиллер лучше сами по себе, ну, или там просто дешевле, как вариант. Тот же самый Армлет стал лучше, и там на протяжении многих патчей его делали все дешевле, дешевле и дешевле, там Синьчинд Яша стало там тоже вроде бы как получше. Ну, в общем, и много чего еще полезного добавили, чтобы, ну, можно было чаще пикать Лайфстиллера. И Фнатик забирает Драгон Найт, очень бронированного персонажа, очень опасный пуш у Фнатик, как ты видишь, появляется, и мне кажется, что тут надо какую-то, я не знаю, даже Вингу забанить, потому что, ну, если будет так много аур, ну, как Драгон Найт и Джаггернаут, они очень мало могут дэмэджи иметь. Вот особенно круто играть на Драгон Найт и Джаггернауте, когда ты еще имеешь в команде, там, Дума, Вингу, там, или еще какого-то героя. Да, сейчас Феникса нужно банить, мне кажется. Феникс, да, может появиться, хотя Феникс для Минески не так хорош, конечно, поскольку у Фнатик есть три гер... ну, как минимум два героя, которые против этого Феникса очень хороши. Бестмастер, который дает ауру скорости атаки, позволяет быстро разбивать солнце, и Джаггернаут, который в Блэйдфури может быстро тоже Феникс сан разбить, вот, но, в общем-то, контроля на Икарус дайвы, контроля на то, чтобы, там, не позволить Фениксу уходить или, наоборот, ставить это солнце, ну, то есть, там, Сайленс какой-то элементарный, но у Фнатик такого нет, может, с этой точки зрения он действительно бы неплохо смотрелся, хотя, мне кажется, весьма опасно. Да, но там дело больше не в солнце. Посмотри, вот, что сейчас делают Фнатики. Они берут Драгонайта, пару Джаггернауту и Бестмастеру, то есть, такой вот серьезный подпуш именно от толстяков намечается, и вар Джаггернаута, который хилит в процентах, сейчас этому Драгонайту, в принципе, ну, как бы развязывают руки в пуша, то есть, как бы, когда они собираются минуту так с 10-ой, с 12-ой давить Фнатики с жиром вот этим вот своим, Драгонайтом своим жирным, да, они, как бы, ну, может, у Минески появится такая же проблема, что вот с Лайфстиллером, с Думом у них просто не хватит дэмэджа, да, там есть там Пак, Дарксир, АОЕ, но там есть еще Хиллингвард, Джаггернаута, и вот этих вот всех толстяков нужно как-то прожигать. И сейчас Феникс соберут, как бы, в основном из Санрея, который сжет в процентах, и сейчас этот Феникс может стать на самом деле проблемой для команды Фнатики, если он появится у Минески, потому что вот с этим вот жиром Санрей Феникс исправляется на ура. Да, в процентном соотношении всегда очень приятно дамажить, я совершенно забываю то, что Феникс сейчас это не только солнце и там очень серьезный там герой на начальной стадии, который там атаку снижает, вот, но сейчас это еще и Санрей в первую очередь, который очень-очень больно бьет. Но банится все-таки Вич Доктор. Ну вот видишь, Винга у Фнатик, то есть тут, в общем-то, это читалось, то есть для их пика Винга это просто абсолютно идеальный герой, не знаю почему. Рейджинг Потейто решил убрать Леона. Ну, видимо, для того, чтобы не было какого-то контроля на пака серьезного, все-таки Винга не осуществляет такой прям откровенно опасный контроль для пака. Там есть стан, есть свап, но пак от этого всего легко уворачивается, то есть шифтом уворачиваешься от стана, от свапа ты можешь там, ну там заранее кинуть арбу, если чувствуешь, что вот уже Винга подошла на рейдж твоего свапа, да. Кристалл Мейден появляется, нет, ну Феникс. Просто можно арбу идти, да. Ну, Кристалл Мейден здесь для того, чтобы ману давать. Ну, против Бистмастера герой хороший, во-первых. То есть Кабана заморозил, убил сразу же. Дает много маны Дарксиру. То есть у Бакерина не будет недостатка в мане на лейне, и он будет постоянно спамить его оншелами, и Джаггернауту будет проблематично фармить. А Парейшн не сможет так жестко этого Дарксира гонять. То есть контроля на лейне у Фнатик может быть недостаточно против этого Дарксира. Одного стана, как правило, не хватает, чтобы Дарксира убить. Тем более там такой не бурст урон, да. То есть Джаггернаут ему в Блэйдфуре надо подамажить, то есть покрутиться, а после того, как Дарксир получает стан, он просто кастует Сурдж и в итоге просто убегает. Да, вот про Леона ты верно отметил, еще брали его из-за того, что бурст дэмэдж у него ультимейт дает против Пака очень неприятно. Потому что Пак герой довольно охотенный такой вертки, скажем так, с эскейпами, у него куча эскейпов, но он довольно флипкий, и если быстро его заберстить, что Леон в принципе может сделать. Да, 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 все верно. Ну и давай перейдем к представлению команд. Все-таки у нас играют одни из лучших азиатских команд. Я бы даже сказал лучше, потому что что одна, что вторая команда едет на Manila Major. Минески прошли через квалификации, обыграв 3-0 своего противника в гранд-финале. Ну а Фнатика, если я не ошибаюсь, получили прямой инвайт. Если я ошибаюсь, поправьте меня. Вот. И, собственно, Минески и Рейджинг Потейта играют на Лайфстилере Каст на Crystal Maiden. Бенур будет стоять в миде на паке. Джулс на Doom. Doombringer, я хотел сказать, на Doom. И Бакерина на Darksir. Ну и у команды Фнатик на Парейшне Капитан команды 343. Диджей на Винге. Муш будет играть Джаггернаутом в сейфлейне. Он уже, кстати говоря, с Тапком и с Вардом. Ну, Вард ему дали просто, чтобы он побыстрее прибежал на линию и поставил его. Дрэгон Найтом будет играть Мидуан, очевидно, на миде. И Охайо, хардлейнер команды Фнатик, уже, похоже, готовится фармить лес. Потому что на лейне ему будет очень сложно. Против Crystal Maiden и Найкса он изначально уже настроен пессимистично. Купил свой аэрон талон и пошел фармить. Ну, такие вот у бестмастера опции отличные появляются с этим аэрон талоном. Может фармить как лес, так, в принципе, приходить. Ну, вот на лейне единственное, что приятно, это то, что больше экспы получаешь. Ну, ты всегда можешь подфармить, отойти на вот этот спот. Ну, опции, я думаю, бестмастера достаточно. Ну, вот мы видели от Фнатик то, что они любят жадно играть именно с этим бестмастером, который сразу идет в лес. Ну, видишь ли, когда бестмастер идет в лес, то есть он, мне кажется, в лесу даже больше фарма получает, нежели чем когда идет на хардлейн. Только бестмастер, который стоит на хардлейне, он выполняет не только функцию своего собственного фарма, то есть не только сам фармит. Но он, по возможности, должен стараться и мешать вражескому кэри фармить, и еще заставлять саппортов охранять этого кэри. Когда ты вот так вот бестмастером уходишь в лес, мы вчера с тобой об этом как раз таки уже говорили, да, что у саппортов просто развязываются руки. Вот мы видим сейчас Crystal Maiden, которая получит побыстрее второй левел, нужно касту как можно скорее приобрести ауру. О, там на топе пытаются забрать Дарксира, юзается Блэйдфуд. Да, у Дарксира и он шелфкачен на первом левеле, поэтому никуда он отсюда не денется. Хороший бодиблок, отличный просто бодиблок от диджея. Да, конечно, тут Дарксира вот именно на первых левелах очень сложно будет действовать, и посмотри, чем Джулс занимается. Он бегает по лесам и убивает кабанов, но тут его бестмастер очень серьезно накоцал, пока Джулс бегал за канабоном. Есть сетка у него, у Джулса, если что, думаю, уйдет. Ну, у него и тапок есть, собственно. Ну да, и вот как раз таки, действительно, это развязывает руки. Crystal Maiden может пойти и погангать, в принципе, но хотя она такой себе гангер с ее мувспидом, но, тем не менее, возможно, какой-то удачный выход со смока можно реализовать с ней вместе с каким-нибудь... Ну, там тоже, вот видишь, у Минески пара саппортов больше жадная такая фармящая, чем гангающая, поэтому я думаю, что суппорты команды Fnatic, да и вообще, ну, в принципе, герои команды Fnatic, они должны быть... Вот сопротивление ганкам у них должно быть хорошее, потому что, ну, цемка и дума, это такие себе роумеры, такие себе гангеры и вряд ли получится, особенно на ранних левелах, где-то куда-то выйти. Ну, цемку очень сильно недооцениваю. Цемка, на самом деле, сейчас очень хороший герой. Я потом по поводу Crystal Maiden, наверное, расскажу, поскольку сам... Ну, буквально вот в новом патче, когда там добавили всякие Glimmer Cape, да, вот я, ну, так чисто посмотрел, мне понравилось играть на цемке, я посмотрел winrate свой, у меня было где-то 30%. Сейчас у меня где-то 60%. Условие, что у меня где-то 80 игр на этом герое, но могу с уверенностью сказать, что персонаж действительно хороший. Не, персонаж хороший, особенно с добавлением вот этого вот нового артефакта под названием Wind Lace, прекрасный артефакт, когда его добавили, я сразу, в первую очередь, подумал о Crystal Maiden, подумал, что наконец-то... Все время просто все жалуются, что у этого героя ничего совершенно нету, то есть нету ни муспида хорошего, ни статов, ни плотности, ни демеджа руками, ни там, ну, то есть, обделенный, по сути, герой, но вот потихонечку его докапают, там, ауру сделали ему на четвертом левеле этому персонажу очень хорошую, то есть там огромный просто, огромный ман-реген для самой Crystal Maiden, но все равно необходимость в каких-то статовых артефактах на ману, она остается. То есть все равно нужно покупать там либо линзу, либо там какой-то там брейсер, там, полный стиг покупать, чтобы просто хватало маны на прокаст, то есть если ты кастуешь новую колбу и хочешь еще ульту дать, а ульта у тебя есть еще второго левела, то тебе просто не хватит маны. Ульта второго левела стоит четыре сотни и тебе просто не хватит. Там у ЦМки приблизительно 700 маны, тебе элементарно не хватает энергии. Да, зато ЦМка отлично фармит лес и вот сейчас вот у каста открывается такая прекрасная опция, хотя бы за счет того, что лайстиллер стоит на фрифарме и никто ему не мешает. Поэтому вот как раз таки то, о чем я и хотел сказать, вот закончить свою мысль. ЦМка, ну, как бы такой себе ганкер, но зато она прекрасно фармит лес. И сейчас каст может на вот этой вот ЦМке, которая обычно бедная, ну, привычно видеть ее с там какими-нибудь полторы тысячи нетворса на сороковой минуте, и она бегает с одним тапком. Ну, здесь каст может как раз таки и не быть вот такой ЦМкой, которая бегает действительно с одним тапком на сороковой минуте. Сейчас пофармит лес и очень неплохо может получить с этого. Ну, у ЦМки очень сильные нюки и нужно поскорее получить там левел 6-7. Я думаю, что даже Crystal Maiden может попытаться не выкачивать ультимейт вот прямо на шестом левеле, а вкачать либо новую. Ну, многие ЦМки любят максить колбу, хотя мне кажется, что это, ну, так, не совсем... Не совсем в этом есть смысл, поскольку при помощи новой ты получаешь AOE дэмэдж огромный. Вот, а колба тебе там для... О, напали на Бинура, череда станов и, конечно же, пак здесь... Или все-таки нет, все-таки не успевает улететь на арбу. Хорошо раскастовались фнатики, загангали мид и сейчас у них открывается возможность этот мид пропушить. Мидван так подходит, демонстративно дает тычку-вышку, чтобы ее вот это ядовитое дыхание прожигало. Как оно называется? Каросев Брэйс, конечно же. Вот. Одним словом, ЦМка очень сильный нюкер. То есть в мидгейме, там, после десятой минуты у нее очень опасные нюки. На мидвана выход пак с арбы летит и будет ли какой-то фоллоу. Да, есть сайленс, но какой же толстый это драгонайт, его дум под землей. Ну, вообще, у него еще... И она прожигает. Видишь, infused raindrop у него есть, которая, ну, расходуемый артефакт, который просто блокирует большую часть магического урона, который в тебя от арбы влетает. Кстати говоря, Мидван тут еще хочет и Бенуру убить, у того нету арбы, но вижена у Мидвана тоже нету на хайграунд, и к тому же у него еще и стан был в кулдауне, и маны немного. Да, ну, возможно, не хотел убить, но просто прохарасить, просто показать, что ты на кого вообще напал. Потому что просто дав станчик и один брасфайер, он ему оторвал практически пол лица этому паку. Заходят в спину к Дарксиру, есть роуру Бестмастера. Дарксиру, мне кажется, понимает, что сейчас на него будет атака здесь, поэтому старается как-то аккуратнее держаться, но вот Ахайо, да, все-таки дождался. Роуру, есть веб-офтероуру, да, и все это минус Дарксир будет. Ну, надо вышку ломать обязательно, то есть Дарксир это убили, но вышку надо прямо сейчас поломать. Хотя на полное еще и, наверное, фортификейшн есть у Минески, да, действительно есть фортификейшн. Да, ауры нет у Венги, ну, Тиджей апнеты, возможно, на четвертом, а то и на пятом мы видели, но, тем не менее, вышка сейчас будет падать, есть. Ну, Джаггернал-то, если что, Хилингвард, а он его тратил, да? Да, тратил Хилингвард уже у нас муши. Ну, пока 3-0 за Фнатик, вот так вот. Делают какие-то выходы, суппорты активные, за счет того, что у Минески гипер-пассивные суппорты как бы... Ну, вот ты говоришь, плохая СМ-ка, нет, неплохая, но она пассивная в начале, и это факт. И вот из-за того, что пассивные суппорты у Минески, они не могут никуда выйти, никуда никого загангать, и сейчас вот эта вот жадность Минески в начале, она наказывается. Потом, конечно, она, возможно, окупится, но сейчас наказывают за эту жадность Минески. Просто некуда этими суппортами идти гангать, понимаешь? Вот в миде стоит Дрэгон Найт, у Минески в миде пак. И этого Дрэгон Найта, ну, просто не взять. Вот его просто не взять, учитывая, что у него еще рейндроп куплен, да? То есть, там, выходишь, юзаешь арбу, юзаешь, там, арба поглощается, потом нова попадает, замедляет, и ты его просто не можешь пробить руками, у него много хп, много брони. Стоял бы в миде какой-нибудь герой попроще, там, может быть, Queen of Pain какая-то, которая, ну, потратила бы blink, ее бы могли убить. Приедет на миде замес, выход на Мидвана, есть Сайленс по Мидвану, также колбочка от СМ, Кистан от Дума, Кентавра, и это минус Мидван. Еле-еле втроем ребята осилили этого Дрэгон Найта, и это и то при условии, что они тут ультимейт дождались у пака. А на ранней стадии игры этого Дрэгон Найта было просто бессмысленно гангать, поэтому, собственно, и никуда ребята не выходили. Дум попытался помешать фармить бестмастера, он вышел в лес, накосался там до потери пульса, и еле-еле ноги унес, поэтому решил, что больше он так делать не будет. Ну вот, пошел, собственно, сам пофармил. Ну и какие-никакие артефакты он, конечно, приобрел. Смотри, как же жестко просил пак по XP, а пак только-только седьмой получит, а Мидван уже левел 8. С учетом того, что его еще убили, он в таверне посидел. Ну, он, в общем-то, и сам убивал этого пака, если ты помнишь, когда Винга к нему приходила. Но пока что Фнатик не на что жаловаться, у них действительно все очень и очень неплохо. Фармит Дрэгон Найт, фармит Джиггернаут у команды Минески. Найкс на абсолютном фрифарме, да еще и с Мидасом, но это Найкс. А против Найкса тут, так, смотри, нападает на 343-й, у него 5-й левел. Ценочка тут вышла с инвиза, судя по всему, сгрызли опарейшена. Да, кстати, Лайфстиллер-то будет весьма неплох против ДК, потому что с вот этими вот силовиками-толстяками тоже Лайфстиллер очень хорошо справляется за счет своего вампирика, за счет open-wounds, очень сильно отжирается вообще этот герой, и рейджинг потает, и, думаю, с Дрэгон Найтом. Надо динаить. Диджей хочет с динаить попытаться, но не получается, там слишком много урона. Да, Doom потратили, и вновь погибает Мидуан. Да, снова два ультимейта Минески разбираются с Дрэгон Найтом. Ой-ой-ой, роар есть на Джулза, и Джулс тоже здесь может погибнуть, скорее всего погибнет. Да, приморозил его cold-fit operation. Ходит на арбе пака, а здесь open-wounds есть на Haya, Haya прогрызает, рейджинг потает очень жестко, хотя сам получает и погибает, лайфстиллер, вот так вот. А зачем полез-то опять один, ну просто мы вчера об этом и говорили, если ты помнишь, когда рейджинг потета всегда один против пятерых воюет. Все время один лезет драться, но тут у него ситуация действительно была не самая благоприятная. У Crystal Maiden просто не было маны, там она могла колбу, вот видишь, как она качается. Она новый максит в первую очередь, я считаю, что это правильно. Вот Blow Your Brain, который сейчас, кстати говоря, параллельно комментирует китайский дивизион вместе с Cold Etil, если я не ошибаюсь, не помню с кем конкретно. Вот мы с ним еще на квалификациях к Manila Major и на самом StarLadder, да, там очень усердно спорили, как правильно играть на ЦМКе, что надо качать ей в первую очередь. Ну, понятное дело, что это вопрос ситуативный, но вот тут мы видим то, что Crystal Maiden качает… Десятая минута Battle Fury у Муши. Хороший, хороший тайминг, действительно, но Муши без грейженого тапка, без аквилы, то есть это просто чистый БФ без каких-либо промежуточных артефактов. Тайминг великолепный, но надо понимать, что это без ПТ, без аквилы, без каких-то там других стиков и прочих артефактов. То есть Муши просто получил тот Нетворс, который можно вообще было получить на этом лейне, вот и все. Да, но Муши будет сейчас за счет БФ очень сильно ускорять свой фарм и за счет этого, возможно, ну, догонит, я думаю, 100%, а, возможно, даже и перегонит Рейджинг Потейта, у которого есть Мидас. Телепорт и делается, летит сюда, ульта Опарейшена попадает, Рор в Рейджинг Потейта, раскручивает еще и Джулс, получает стан. Драгонайт приходит, да, здесь Диджей высвапывает и здесь будет погибать мид-1, это минус мид-1, Диджей тоже пытается спастись, но с вандов не спасешься и Диджей тоже погибает. Ну, можно сказать то, что Минески сделали лишь один фраг здесь, потому что Драгонайт и Диджей все-таки заденайл. А, заденайл, да? Да, он его заденайл и при этом умер еще сам. Фнатики отправляются фармить стаки аншентов, которые, я не знаю, тут то ли Ахайо настакал, то ли саппорты какие-то, в общем, занимались этими стаками, но главное то, что получает сейчас золото за это фнатики. Ну, вот, кстати, как посмотреть на Лайстиллер, он действительно очень хорош против всяких силовиков наподобие Драгоннайта, но у Драгоннайта много брони, нужно как-то будет с этим справляться. То есть, либо Дезолятор купить, либо Дезолятор купить, и больше никакого решения тут нет. Ну, то есть, если ты оставляешь Драгоннайта без брони, то это герой, которого очень легко убить. То есть, его стойкость заключается в большом количестве армора. И как только ты этот армор нивелируешь, ты его легко сгрызаешь Лайстиллером, учитывая, что ты пробиваешь его пассивкой, у тебя скорость атаки большая, да. Вот, поэтому Дезолятор на Лайстиллере, наверное, тут хорошо будет смотреться. Вообще, в принципе, артефакт хороший. Ну, Дезолятор Кераса вообще будет замечательно. Да, и по сборкам мы уже видели, что собирают этого Лайстиллера сейчас именно так. Вот любят, не стали выдумывать велосипед со всякими Радиансами. Вот здесь вот, когда нападал Рейджинг Потейто на Джиггернаута, там, на Муши, очень рано, мне кажется, открылся 343-й. Если бы немножко подождал бы, возможно, даже и забрали бы. У Пака появляется Блинк Дайгер на 12-й с половиной минуте. В общем-то, не самый быстрый Блинк, но мы видим то, что Панетворса, он обгоняет уже Мидвана, хотя поначалу казалось то, что именно Дрэгонайт выигрывает линию у Пака. Вообще, кстати, Дрэгонайт хороший герой против Пака, то есть Пакам его тяжело прогнать с Лейна и ДК просто фармит. Рейджинг Потейто уходит через деревья на хайграунд к Эншентам, понимает, что, возможно, на него готовится атака, а так оно и было. Тут три героя команды Фнатик плюс Бестмастер, который скаутит птицами. Все это дело и понимает Лайвстиллер. Все прекрасно, это и уходит. Но вот Бенур как бы сейчас не подставится. Нет, Бенур тоже уходит. Да, молодцы Минески, как бы не вылезают далеко. Надо расценить сейчас, наверное, по пику. Уже стадия игры такая, где могут происходить массовые драки. В общем-то у Минески-то Пао Япрокаст посерьезней будет. С учетом того, что у них и инициация лучше, чем у Фнатик, когда у Пака появляется блинк, то он может влетать и начинать драку первым. У Фнатиков же нет таких персонажей, которые могут влететь и начать драку. Ну разве что Бестмастер с Роуэр у него рейдж там не самый маленький, но блинка у него нет. Пока что. Впоследствии, наверное, появится, как он там вторых некров загрейдит. После вторых некров можно даггер уже купить. Можно даже после первых, но все-таки вторые некра это оптимальное по стоимости и урону айтем. То есть первый некра маловато урона наносит, вторые некра урона наносит достаточно много, а третий уже, ну это как бы избыточный урон. То есть ты там за роры со вторыми некрами можешь убивать. Поэтому многие бестмастеры, они после покупки вторых некров, они просто рашат даггер и потом уже доделывают третий. Вот это самый такой оптимальный вариант. И Ахая как раз-таки только первых некров сейчас прикупил. Бенур может сейчас подставиться под рор бестмастера. Есть птичка, потратила на рбу, ходит на блинке. И понимая с Бенур, скорее всего, да, здесь есть Web of Terror, его сейчас будут пытаться искать Ultimate Operation, находит Бенур, а Бенур прячется в арбу, но ульта все равно попадает, это будет минус Бенур. Еще и Роар потратили, на всякий случай. Роар это расходный, расходный скилл такой, то есть его не стоит жалеть, можно потратить, он через минуту появится уже приблизительно. Да, кулдаун небольшой, поэтому... Вот, кстати, обрати внимание, Ахая собрал, ну начал собирать Владмир, я так понимаю. Конечно, потом он его доделает вследствие, но очень интересно, что все-таки не стал он там сразу его собирать, а именно вот так вот через промежуточные артефакты, видимо, для того, чтобы было легче фармить просто, собрал себе базилку и хедреску. Ну, чтобы регениться как-то, все равно ты там, как кабанами не танкуй крипов, тебя там пару раз-то какой-нибудь жирный крип ударит, или там урса клэпнет еще. Вот, и ты накоцаешься, поэтому хедреска просто позволяет тебе регениться в момент, пока ты там между спаунами передвигаешься. Тем временем забирают у нас аппарейшена в Минеске у фнатиковских лесов, рядом с фнатиковской Т2 вышкой. Может быть, еще попытаются эту вышку поломать, но поскольку нет дезолятора, делать это будет тяжеловато. Рейджинг Патейту вообще делает телепорт сейчас в мид и пытается тут спасти Бинура. Бинур еще с арбой и, похоже, его здесь убить уже нереально. Есть у него к тому же дримкойл, он может попытаться поставить его сейчас на вингу, но, по-моему, Минеске не уверены, что винга здесь с джиггернаутом одна. Может быть, тут еще много людей, поэтому не рискует пак лишний раз. Да, кстати, заюзали инфест, и все это произошло на варде. Прекрасно осведомлены об этом фнатики. Будут они ожидать атаку от пака с найксом в ближайшее время и должны играть несколько аккуратнее. Это касается Муша, у которого, кстати говоря, нет телепорта. Обязательно нужно иметь телепорт на джиггернауте, поскольку это очень легкий эскейп. Ты юзаешь Блэйд Фури, жмешь телепорт, и единственный персонаж, который способен тебе этот телепорт прервать, это герои, которые станут в спелл и мюн. То есть это может быть Дум, Лищ, Блэк Холл какой-то, Рор и так далее. Ну вот Муша уже попался. Да, Муша действительно сейчас будет погибать, но с Баттл Фьюри Муша догнал лайфстилера, я только что перегонял его по надворцу, но сейчас именно после этой смерти они выходят вровень, ну и как-то вот ровно формят сейчас вражеские, вражеские, вражеские горгерои для Фнатиков и для Минески, вот так вот они идут как-то вровень. Дарксир с бисмастером тоже немножко обгоняют, конечно, Охайо своего оппонента, там буквально на 200 золота, что не критично. Вот как ровная игра, я думаю, можно посмотреть по графикам, ну Минески имеют преимущество такое, не критичное, там в районе 3000, но тем не менее имеют. Ну, наверное, за счет суппорта все-таки жадных вот этого дума, который 5000 надворца почти имеет. Идут на секи атаковать Рошана, у Драгонайт есть дабл дэмэдж, учитывая, что у Винги еще террор четверку вкачан, то они должны этого Рошана легко забирать, то есть у Таура бисмастера левела 4. Пусть у них и нет джиггернаута, но там у Пака нет прокасты, инфеста вроде бы как до недавнего момента не было, поэтому... Отлично накинул урну сейчас диджей, понимает, что возможно будут врываться Минески, а с урной не ворвешься Паком с блинка вот так вот. Ну вот сейчас вот инфест откатился, и ребята пошли в атаку, с инфестом Бинур летит, кого-то хочет поймать, но понимает, что там уже никого... Он просто никого не видит. Обратите внимание на вижн команды Минески, они имеют вард вот в этой точке, имеют вард вот в этой точке, и по сути все. То есть когда соперник находится здесь, рядом со своим секрет-шопом, на кого ты нападаешь, кого ты хочешь там подцепить, непонятно. Что касается Fnatic, то у них вардов огромное количество, в вражеских лесах они тут видят абсолютно все. Поэтому они могут расценивать ситуацию наиболее здраво и исходя из той информации, которой они обладают, действовать правильно. Да, но вот диджей сейчас, я просто так вот сужу, возможно... Ну, казалось бы, на первый взгляд, что мелочь он сделал, просто взял, подошел к паку и накинул на него урну. Но на самом деле диджей, он просто застраховал свою команду сейчас от возможной инициации Минески. Потому что на самом деле Минески тоже в тимфайте очень сильная. Там есть и Darkseer, там есть прокаст пака, Doom. То есть, как бы, нельзя сказать, что там Fnatic будет сильнее. Ну, вот примерно равная сила у команд. Но вот у Минески больше на тимфайт. Ой-ой-ой, здесь свап есть, рор. Нашли у нас джулзы, накричали и убили. Ну, вот как раз-таки благодаря этим вардам этого думалека очень загангали. Действительно, Минески в тимфайте очень сильны. Ни в коем случае нельзя недооценивать Darkseer. Он пока что свою стенку еще... Ну, я, по крайней мере, не видел, ставил он где-то или нет. Похоже, что нет. За 18 минут не было позиции, где эту стенку можно было бы поставить. И вот на боте сейчас, наверное, тоже не получится. Поскольку заходить на High Ground, ну, вот здесь, на вот эту вот лестницу, очень неприятно. И варды, варды стоят у Fnatic. Это самое главное. Даже если будут как-то пытаться обходить Минески, то под вардами. И сейчас что? Будут заходить на High Ground Fnatic и будут пробовать. Посмотрим, чем обернется для них эта попытка. Да, есть форма на Мидване. Мидван начинает пробивать Тауэр. Тауэр падает больно и отходят. Понимают прекрасно. Ребята из команды Fnatic, что будут инициировать, возможно, получают станчик Бинур. Бинура могут стереть очень быстро, хотя он и вейдет ульту Operation. Ставится Dream Squirrel. Вылазит Raging Potato. Ультимейт Джиггернаута по паку. Пака сразу разрывают. Также умер и Бессмастер Драгонайт. Может погибнуть, но это только минус Аэгису Мидвана. Также Raging Potato отвалился. Мидван встает с Аэгиса. Ультимейт от Crystal Maiden сбивается. Есть снова. Кто же умрет еще? Мидван будет умирать. Это минус Мидван. Иллюзии Дарксира бьют очень больно. Умирает также Doom и DJ в погоне за ним. Дарксир добивает. Трипл килл для Бакерина. Вот тебе и Дарксир. Стеночка второго левела, заюзанная на 19-й минуте, позволила Минеске выиграть этот тимфайт. Даже несмотря на то, что у оппонента был Аэгис. Но ульт Operation был не самым удачным. То есть он в итоге закидывал... 343-й закидывал этот ультимейт в Пака, а Пак в итоге успел заюзать Shift и... Хотели заберстить Пака, чтобы он вообще больше ничего не сделал. Пака, конечно же, убили, но Пака еще на самом деле очень много успел сделать. Он поставил Dremscoil, он раскинулся арбой, по-моему, два раза и дал Сайленс. И после этого только умер. В принципе, ну как бы Пака, с учетом того, что его именно фокусили, то Бинур очень много сделал. Да, соглашусь с тобой. Он действительно импакта в драке сделал немало. Он, во-первых, Майкса доставил к месту событий сразу же, да. И, кстати, Муша у нас приобретает Diffusial Blade. После Яши не стал грейдить Манту. Манта вообще не помешала бы здесь Муше, поскольку очень много неприятных таргет-скиллов есть у Минеске. Это и Open Wounds, и Doom у Джулза. Ну, манта тебя, конечно, от Дума не спасает прям так, да. То есть, если ты... ты не можешь в Думе манту прожать, естественно. Я не это имею в виду. А когда Doom просто пытается в тебя ульту свою скастить, да, человек, который... Ой-ой-ой, тут Infest Bomb, она диджея, и это минус, диджей. Свап, это, конечно, он, но такой себе свап. И Ultimate от Crystal Maiden, он постоял как бы недолго, но, тем не менее, каст успел дать ульту. И очень приятно все равно, что подамажил. А вот примечательно то, примечательно что? Примечательно то, что умер Life Stealer. Драгонайта возродился с Эйгиса, да, Life Stealers уже нет. Я думал, сейчас уже, ну все, сейчас просто Мидван встанет и всех раскидает. И каким-то образом у Бакерина получилось убить этого ДК. Ну, кстати, а почему каким-то? Просто-напросто Iron Shell. Настакана много Iron Shell. Настакана много вот этих вот иллюзий со стеночки. Там иллюзия Драгонайта и еще парочку иллюзий кого-то, уже не помню кого. Убили очень-очень больно, и поэтому, собственно, и умер Мидван. Хотя, казалось бы, что действительно, сейчас он встанет после Эйгиса, и вряд ли его уже убьют. Но убили. Блокинг Бар делает Мидван. Ну, без Блокинг Бара тут никуда не деться. Все-таки там пока что очень много магического урона. Life Stealer, он, конечно, отгрызает большие куски, но если у Драгонайта будет хотя бы БКБ, то он будет переживать и про кастпака, и он шелла вот эти вот неприятные. И, по крайней мере, стенка его магическим уроном дамажить не будет. Да, и Life Stealer выходит в Кирасу, есть у него уже один Гиперстоун, Курьер. А в Курьере лежит уже готовая Кираса. Хорошие тайминги для Raging Potato. Нетворс у него тоже отличный, и Муши ненамного от него отстает, но Муши билд немножечко другой. У Муши есть диффуза, Battle Fury, Яша, возможно, будет доделывать какую-то манту. На Джулса накричали, есть ультимейт Оперейшена, и Джулса опять убили в который раз. Через ультимейты. Два ультимейта через ультимейты. И один бы расправился с этим думом, с третьими некрами. Он все-таки не стал приобретать себе blink после вторых некров, решил догрейдить в третьи. И тут при помощи ульта Оперейшена он бы легко бы с ним разбирался. Вот Муши как раз таки продемонстрировал нам Blade Fury 2-паут, и, может быть, как-то каста еще убить некрами, но нет, Бакирина дает мекку, и в итоге еще некров забирает. Но некрами, кстати говоря, лучше не фидить. За них очень много золота дают. Да, 200 золота — это все-таки немало. Ну, учитывая то, что их двое, то можно целых 400 золота сорвать, а это порой больше, чем за героя. Так-то. Ну, Пак вот так вот влетает. Есть, кстати, здесь в арту команда Fnatic, и Пак думал, что, возможно, там кто-то есть. Ну, так, на разведочку, а вдруг авось кто-то будет, и Бинура так вот не стесняется влетать и давать прокаст. Стирает крипов, конечно, сидит в нем Raging Potato, тратит время, потому что не фармит, и тут сейчас смок от команды Минески. Очень интересный. Как же сейчас закончится? Будем смотреть, кого найдут. Ребятам главное двигаться близко друг к другу, потому что если Пак влетит... Вот, кстати, заюзали скан, заметили Джиггернаута сейчас. Сурдж на Джулзе, Джулз бежит, и хорошая Блэйдфури успел прожать Муши. Может быть спасется. И сейчас диджей будет погибать первый, Муши. Стенка, стяжка Дарксира хорошая, Дримскойл стоит, есть уже минус Винга, минус Муши. Пак догоняет, будет пытаться догонять Мидвана, на Мидване пока что есть БКБшка, стерли также и Апаришина, но на Мидвана, Open Wounds, Мидван уже под вражеским троном, месят его, Мидван будет ли умирать? Умирает Мидван, это минус 4 от Минески, живой один Охайо. Охайо еще отдает некрономикона, Raging Potato пошел на Охайо, есть Ванды, но Охайо делает тип-аут Охайо и выживает все-таки Бестмастер. Не успел Бокерина вакуум заюзать, прервать этот телепорт, но драка, конечно, просто сумасшедшая. Стоят Т2 вышки, стоит Т3 вышка и ребята просто лезут под Т4. Под фонтан практически загнал Raging Potato Охайо, ну и сейчас вот так вот, Минески показывают то, что они не боятся, они просто понимаешь, вот рейдж хороший, своевременный, ульта, конечно же, попадает, но в рейдже... Ну там Glimmer KP есть, то есть... Да, никого по-любому она как бы не убьет, потому что, во-первых, то, что она первого левела, до сих пор нет 11-го, у 343-го Doom покупает себе Crimson Guard, очень хороший артефакт против Джиггернаута и против его ультимейта, есть у Дума Crimson Guard, Владмир и довольно хорошие артефакты на команду, отличное приобретение, Джулс делает отсюда TP-аут, никто ему сбить не помешает, его... Вообще, айтем... Не собьет. Очень хороший, когда много источников урона у соперника, тут и всякие кабаны, не крады, ДК, плюс Джиггернаут со своим ультимейтом, он и руками бьет, ну поэтому, действительно, Crimson Guard очень хороший будет айтем, он добавляет именно физической стойкости и тебе самому и твоей команде... На ворде, на ворде прожарили смок Фнатики сейчас, очень интересно, будет посмотреть, будут ли доджить этот смок Минески или принимать, потому что они его видели 100% и вард, я не знаю, знают они или нет про наличие варда вот здесь вот на миде... Они не знают, но тут сейчас будет план гора, просто-напросто. Ребята знают то, что там смок прожали, прижимают ответный, он моментально ревилится, свапает венга Бакирина, Бакирина очень быстро убивает, влетает в пак, дает свой рассказ, пока что замес один в один у нас завершился, Джулс дал ультимейт в Муши, но Муши переживет этот дум, скорее всего и вернется обратно, если будет в этом смысл, правда Рейджинг Патейта там уничтожает уже всю вражескую команду, Мидван получил опен ваун за Рейджинг Патейта, сюда приходит Джиггернаут, у которого сейчас спадет, думаю у него есть еще ульта, он юзает свой ультимейт на Найкса, там пошел отличный стан от Дрэгон Найта, и может быть разберутся с Найксом здесь, да, пока что драка 4 в 4, в живых осталась только ЦМка, Муши может догнать ЦМку и сдиффузить ее, но там есть Глиммер Кейп, мана есть на этот Глиммер Кейп, Муши ставит вард, забирает крипов, а ЦМка в другую сторону совершенно убежала, не получилось. Самый тонкий герой наверное на этой карте, да, 960 хп, самый тонкий и самый такой неподвижный, немобильный герой на этой карте сейчас выживает, это Crystal Maiden. Между прочим, Crystal Maiden еще и урона очень много нанесла, полторы тысячи, это, ну, скажем так, сравнимо и с Паком, и с Найксом, то есть без ЦМки здесь вообще драка была бы просто в хлам проиграна командой Минески. К сожалению, так получилось... Да, но вот этот вот вард, который на миде стоит, он очень сейчас много порешал. Там и хавк очень много порешал. Винга суицидом засвапала Дарксира, в итоге этого Дарксира быстро смяли, он не успел ничего не прожать, ни стенку, ни мекку, кажется, не успел прожать, и просто погиб. И после этого Фнатик получили численное преимущество, то есть они разменяли Вингу на Дарксира, да и то Винга даже после смерти остается полезной, поскольку она дебаф накладывает на атаку сопернику, то есть там снижает урон аурой своей. Четвертый, третий. Ну да, если остается, если есть у Винги Аганим, конечно, вряд ли он здесь появится у Диджей. Диджей себе только-только доделал форстаф, но все-таки это суппорт Винга. Но бывают игры и там, где Аганимы собирают, хорошая вещь для Avenger Full Spirit. Так что Винга вообще после смерти очень-очень юзабельна тогда. Вот башер появляется у Муши. Монта стайл, башер, да. Сейчас, конечно, вот Муши получил Doom и очень хорошо для него, что он его пережил, потому что он вернулся потом в драку, испепелил Raging Potato. Да, все-таки если ты ультуешь Doom в какую-то цель, нельзя просто ее оставлять. Ну то есть ты, когда получаешь численное преимущество в результате того, что просто юзаешь Doom на одного из вражеских героев, он ничего не может сделать, да, там ни ульту не поражать, ни там бить нормально, то просто надо быстро убивать всех остальных. И потом уже с тем игроком, в которого был Doom закастован, разбираться. А тут так получилось, что Минески сами потеряли очень много ресурсов и очень много кадров в этой драке. Потом Джиггернаут, который практически фулл хп пришел в драку, у него еще и ультимейт был, и манта была. То есть он там просто развалился. Сейчас будет стычка, вы его в террором просветили. Вингу прыгает бестмастер, Охайо не может никого заорорить. И отойдут сейчас Минески. Остался здесь Джулс вместе с Бенуром, но они тоже отходят. Там не стал вырываться с боленка Охайо, но я, честно говоря, что сейчас... Думал, что сейчас будет драка, но нет. Там Гелимир Кейпа в какой-то степени спасали игроков команды Минески. Третьи некра были вызваны, но Вижена, судя по всему, просто не хватило. Или Ренжана роуров там в ЦМку. Хотя бы в ЦМку можно было бы скастить этот роуру и ее, по крайней мере, убить. Ну, может быть, гнатики элементарно боялись, что дав роуру в ЦМку, они просто дадут повод Минески на контратаку, что нету такого важного скилла и впоследствии проиграют файт. Да, но ЦМка... Вот гаст, он такой серый кардинал. Знаешь, вроде бы ЦМка, но как ты уже отметил ранее, полторы тысячи дэмэджа в драке это... Нет, ЦМку нельзя недооценивать. То есть быстро убить ЦМку то тоже приятно. Конечно, намного приятнее убить Дарксира, который там и мекой засейвит свою команду. Вот у него уже грифзы даже появляются, а не мека, у которого очень опасные скиллы, которые проще раскастовать, чем ультимейт ЦМки, естественно. Правильно? Потому что ты просто нажал стенку, и она полезная. А ЦМка должна поддерживать свое умение, то есть она должна его кастовать. А там всякие станы, свапы и прочие дизейблы есть, которые мешают ЦМке это делать. Но если ЦМке не помешать ультовать, она наносит дэмэджа не меньше, чем кор-герои. В этом мы уже с тобой не раз убеждались. Да, вот покупает себе Абисал Блейд, Джиггернаут. Муши идет вперед. Муши не боится получить ДУМ, у него есть Аегис, он как раз таки, наверное, на это и надеется, что ультимейт Джулса придется именно на него. Да, Джулсу, в свою очередь, ему не хочется тратить ультимейт на Муши. Да, в принципе, тут есть на кого тратить. На Драгонайта тоже будет неплохо потратить, если... Правда, вот у Джулса нет инициации, у него нет ни блинка, ну, ничего такого как бы. И за счет этого, наверное, Джулсу немножко неприятно. Потому что здесь было бы неплохо, если бы Джулс дал ультимейт на Амидвана. Быстро попытались. Еще до того, как тут тем временем ворвали стенка от Дарксира. Тут лагает у нас азиатский сервер, но ульта Апаришина залетает по Бакерина. Бакерина пытается спастись, а тем временем драка разделилась на два фронта. Здесь примораживает у нас Рейджинг Потейто колдфитом, но он сгрызает, пока что прожимает рейдж. Живет, Форстафф от Амидвана. Амидван добивает Рейджинг Потейто пока что два в два. Здесь также остался Бенур, три в два трипл килл для Мидвана и пока что расходятся. Команды вот так вот разменялись для себя Фнатик в плюс. Аегис не потерян. Они могут сейчас еще и линию забрать, поскольку у Наикса нету байбэка. Выкупается пак, но что ребятам этот пак, когда у них вард через 8 секунд, когда у них Аегис. И хотя подожди-ка, подожди-ка. Яуля Дрэгон Найт разворачивает у нас серьезная драка. Джулс получает стан, получает Абисал Блейд и отправляется в таверну, теряя гем. 343 подбирает этот гем. Только сейчас, кстати говоря, был заюзан Дум. А Мидван там под действием Армлета и Дума, он очень много хитпоинтов теряет в секунду. Но вард ему эти хитпоинты легко восстанавливает обратно. И похоже, что линия действительно падет. Здесь не смогут ее Минески отдефать. Вторую линию Фнатик не заберут. Там уже должны будут респауниться игроки Минески. Но сейчас, наверное, лучше отойти. Хотя Фнатик предпринимает очень опасную авантюру, как мне кажется. А здесь Т3 Тавера уже почти нет. Там было меньше половины хитпоинтов. И сейчас будут забирать вторую линию. Там минус две стороны, скорее всего. Но один барак заберут точно. Пропадает Аегис у Муши. Ребята хотят это, конечно, дефать. Тут всего лишь два игрока у Фнатиков. И надо бы попытаться. Кончился Аегис у Муши. У Муши есть Дефюжил Блэйд. Он, если что, с себя может... Ну что, Блэйд Фьюри ты пал. Да, просто уходит... Прям в центре вражеской базы. Игнорирует соперника. Кирина пытается нагнать как-то здесь Мидвана. Да, видит он Мидвана. Есть Сюрдж. Он получает стан. И постойка, пожалуйста, в оглушении. УДК Блэк Кинг Бар есть. Поэтому его тут не поймать. Тут еще и летит ультопорейшена. Если он попадет как следует. И Минески будут продолжать атаку. Можно еще и на контр-инициации как-то сыграть. Но все-таки Минески... Да, тут просто чтобы даггер сбивать Дарк Сиру. Если они... Да, не ожидал я, конечно, что Фнатики так легко расправятся еще и со второй линией. Вроде бы там Найкс должен появляться. И... Ну... Ничего не было. Там у Фнатиков Драгонайт был такой полу-коцанный. Полу-живой. Хотя его там Вард вылечил. Ну, для Минески, конечно, это очень-очень плохая... Плохой тимпайт. Поскольку они мало того, что потеряли две линии. Они еще и потратили там байбэк на паки. Который по итогу был не нужен. Да, потому что все равно две линии упали. Третья бы не упала... По-любому, поскольку там-то два вышка стоит. И в итоге пак не может вот Аганим сюда делать. Ну, правда, ему чуть-чуть золота всего лишь остается. Наверное, как-то дофармит он. Опарейшн в Инвизе дает Вижн сейчас на Найкса и Дарк Сира. Но тут далеко его тиммейты. Поэтому... Поэтому не получится. Не получится. Аганим на паке будет очень хорош. Потому что есть Блэдфьюрио Джиггернаута. Есть у Драгонайта Блэкин Бар. И ставить этот Дримс Койл сквозь иммунитет к магии будет очень круто. Да, и плюс если он разрывается, то там на четыре с половиной секунды на целых станется герой. И Аганим на паке очень крутая вещь. Да, это прям большая приятная новость для Найкса. Поскольку за четыре с половиной секунды он, мне кажется, оторвет вообще всего Джиггернаута. И ноги, руки ему там все поотрывает. Того же самого Драгонайта он сможет очень серьезно дамажить. Но обратите внимание на то, что Найкс решил играть без армлета. Он не стал такие промежуточные айтемы делать. То есть он купил Мидас и решил сразу крутые шмотки приобретать. И я вижу у него Митрилхаммер. Я так предполагаю, Рейджент Патейду захочет себе Дизолятор все-таки купить. Потому что против Драгонайта без Дизолятора на Найксе играть очень сложно. Там у самого Мидвана Кираса также есть. Одной Кирасой Найкс уже не может ограничиться. Там летит ультапарата сейчас в Рейджент Патейду. И Найкс уворачивается вот этого ультимейта. Придется дефать хайграунд. Нужно как-то, чтобы Бакерина раскастовался. Нужно, чтобы Бинур тоже хороший ультимейт поставил. Ребята будут заходить со спины вот таким вот образом. Не знаю, на миникарте почему-то не получается нормально рисовать. Ну, в общем, они со спины будут пытаться зайти. Хавк не дает вижена, потому что тут в смоке находятся Минески. Ставится Дримхойл, скеночка. Вроде бы Диджей уже много урона получил. Но если что, он сможет подсвапать Мидвана. Диджей готовится свапать. Но похоже, что придется... Сэмку уже стерли, но БКБ заканчивается у Мидвана. Мидван тоже погибает. Есть ультимейт. Жигернаута по крипам прыгает. Но здесь переключается на героев. Муша все-таки убивает Джулса. А есть Абисал по Рейджент Патейта. Рейджент Патейта как же больно получает. Но отжирается. И ультимейт аппарата все-таки заканчивает. ГГ пишет Джулс. Вот так вот. Попытались конечно Минеске хорошо зайти. Вроде бы и скиллы свои раскастовали. Грамотно там пак поставили. Тем временем поубивал всех уже после надписи ГГ Бакерина вместе с Бинуром. Ну там отдефать наверное. Хотя кстати может быть еще и поковырялись бы как-то там. В живых то только джигернаут остался. И можно было бы там с паком что-то попридумывать. Поспамить скиллами. Подезейблить этого джигернаута. Ну ладно. Обратите внимание. У Crystal Maiden одна смерть. Одна. Учитесь друзья. Учитесь у Каста как играть на ЦМ. И не фидить. Каст действительно умер всего лишь один раз. У него огромное количество ассистов. Хорошие артефакты. Но его команда проиграла. Как бы это ни было странно. Обидно конечно. Ладно. Будет в любом случае вторая карта. Это матч до двух побед. То есть БО3. Мы прервемся на небольшую рекламную музыкальную паузу друзья. И где-то через 5-7 минут начнется следующая карта. Далеко не уходите и не переключайтесь. ЕГИНГБЕС Мы принимаем ставки на компьютерные игры онлайн с 2011 года. Реперальная система для постоянных пользователей и бонус на первый депозит. Магазин игровых девайсов и лучший выбор платённых систем. ДОТА-2 и Хардскоу. Контер-страйк и Старкрафт. ВОЛДОФЛЕНД и Мегалегенд. ЕГИБЕ 100 веков. ВОЛДОФЛЕНД и Мегалегенд. Реперальная система для последних пользователей.